Несчастье чаще всего представляется явлением редким и маловероятным, пока не коснется лично каждого. Ежегодно на пожарах гибнут сотни человек, огромное количество людей получают увечья, остаются без крова. Материальный ущерб измеряется гигантскими цифрами. 19 ноября в одной из многоэтажек нашего города горела квартира. Корреспонденты ОКС-ТВ побывали на месте пожара. 19 ноября в 15 часов 25 минут в Центр оперативного управления Сморгонского РЧС от старшего инструктора спасателя пожарно-аварийно-спасательного поста номер 12 Сморгонского районного отдела ПУЧС Михралиева поступило сообщение о загорании в квартире на третьем этаже по адресу города Сморгонь, улица Заводская, 56, корпус 1, квартира 12. В связи с происшествия таковы, что данный гражданин, который сообщил на службу 101, являясь работником РЧС, свободное отнесение службы, находился у себя в доме, в квартире и учуял запах дыма у себя в квартире. Выйдя в подъезд, он обошел второй и третий этаж и, учуяв задымление в квартире на третьем этаже, открыл дверь, обнаружил загорание дивана в комнате, принял меры по ликвидации данного загорания, одновременно вызвал службу 101 и при проведении разведки в одной из комнат в квартире нашел постояльца квартиры, которого вывел на свежий воздух и в последующем по прибытии скорой медицинской помощи передал его бригаде медицинской помощи. В результате пожара данный человек был спасен, в госпитализации он не нуждается, причиной пожара предварительно послужило неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. В большинстве случаев пожар можно ликвидировать на начальной стадии, но паника, бездумные и неправильные действия часто усложняют создавшееся положение. Не теряйте голову в опасной ситуации. Ликвидировать пожар в первые же минуты по силу любому человеку, сохраняющему хладнокровие и обладающему минимум знаний о правилах поведения при пожаре. Ты опять продолжаешь курить, да? Не будешь курить. Не будешь курить. Да, кто мне запретит, я что-нибудь на летнюю, что ли? Переживаешь по дивану. Так лампочка или все-таки сигарета? Лампочка. Ни сигарета? Нет. Вы там не курили, да? Нет. А употребляли накануне спиртные напитки? Не накануне, ни лет пять уже. Устраивает. Лет пять не пьется уже? Да. Что же, если не пьется уже пять лет? Так а что такое пиво? Это же не самогон. Ну да. Мне гадалки уже давно сказали, что я летом не переживу. Верить, не верить ему. А я, оказывается, пережил. Никогда не верил и верить не буду. Неправильные ходалки? Да. Так и я гадать умею. А у вас есть пожарный извещатель? Я не знаю даже, что это такое. С 15-го года вы нигде не работаете. Существуете только за те средства, которые вам выплачивает государство при инвалидности. Да. Смотрите, что-то делается у вас на столе. Почему так? Потому что коллега здесь хозяин. Вот почему так. Или непонятно? Дети не помогают вам? Ну вот я ждал сегодня. Думал, сегодня приеду, так вот уборочку сделаю. Ну это сегодня. А вообще дети приезжают, навещают вас? Ну, редко. 19-го числа около 14-ти, 30-ти, почувствовал запах дыма в подъезде. Ну, пошел изведать подъезд. Поднялся на третий этаж, увидел дым из дверей, позвонил на 101, сообщил, что происходит, сказал супруге, чтобы она набирала воды срочно. Ну и пошел в разведку, открыл дом, дверь была не заперта. Ну и все, приступил к тушению пожара. Сразу залил диван и начал искать его. Обнаружил его в другой комнате, вынес на свежий воздух и продолжил тушить пожар. В каком состоянии был? Ну, человек спал в данный момент, он парализован наполовину тела после инсульта. Так бы поступил каждый, если бы оказался на этом месте. Большое количество пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Пожар опасен прежде всего высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит большой перечень токсичных веществ, что опасно и может привести к смерти в течение нескольких минут. Я проснулась от того, что мне тяжело дышать, закашлялась, открыла глаза и посмотрела, что у меня вся квартира заполнена дымом. Вот, набрала дочь, дочь сказала, говорит, побегай на площадку, смотри, что написали. Ну, когда я уже выбежала на площадку, там уже медработники оказывали помощь. Ну, он постоянно вел такой образ жизни, что все лето его под лавкой, в нетрезвом состоянии. Постоянно это было, каждый день. Он постоянно здесь на лавочке, он еще и агрессивный такой, если делаешь замечание там какое-то, то он тогда еще и с агрессией такой. Он после инсульта, он с палочкой, но такой неухоженный всегда, от него неприятный такой запах, и поэтому, знаете, так общаться особо не общались. Наличие в доме или в квартире автономных пожарных извещателей существенно повышает возможность раньше узнать о пожаре, принять соответствующие меры и избежать печальных последствий. Это касается не только самих жильцов, но и тех, кто проживает по соседству. Как бы банально ни звучала фраза, пожар легче предупредить, чем тушить. Она не теряет своей актуальности. Поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких.